Вечерние новости на СТВ. В студии Игорь Позняк. Здравствуйте и смотрите сегодня. Олег Новицкий в космосе сам себе поставил зубную пломбу. Первая пресс-конференция звездного земляка. Дипломатический скандал вокруг Катара. Сразу семь мусульманских государств объявили о разрыве дипломатических отношений. Розыгрыш подростков, которые притворились террористами, перевел к массовой давке в итальянском Турине. К такому выводу пришла полиция. К 25-летию дипотношений в Москве прошло совместное заседание коллегии внешнеполитических ведомств двух стран Анастасии Иванниковой с подробностями. Как делают свой выбор инвесторы? Что еще свяжет китайский Харбин и столицу Беларуси? И как знание иностранных языков влияет на наши доходы? Еще больше новостей в экономическом обзоре от Анны Рублевой. У Беларуси доброе сердце. В стране стартовала благотворительная акция по безвозмездной сдаче крови. В числе первых доноров оказался Юрий Прокопенко. День памяти про подобные в России не полоска. Отзначаю весь христианский свет. Ушановать святую на Ейерадиме у сторожитным полоску собрались паломники из усей Беларуси. Долучилась и до их и Анастасия Буд. Начинаем выпуск с мировых новостей. Дипломатический скандал вокруг Катара. Сразу семь мусульманских государств сегодня объявили о разрыве дипломатических отношений с этой страной. Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен, Ливия и Мальдивы потребовали вывода всех катарских дипломатов со своей территории в течение двух суток. Заявлено также о приостановке транспортного сообщения с этим государством. Долгу обвиняют в поддержке террористических группировок. В свою очередь власти Катара в ответ заявляют, против страны ведется провокационная кампания. Медийность и без того большому скандалу добавляет тот факт, что разразился он вскоре после визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток. Розыгрыш подростков, которые притворились террористами, привел к массовой давке в итальянском Турине. К такому выводу пришла полиция сегодня после изучения записей камер видеонаблюдения. Один из парней поднял руки и начал что-то кричать. Сразу после этого люди стали разбегаться в разные стороны. Напомню, ЧП случилось в субботу на площади Сан-Карло, где собрались около 20 тысяч человек. Фанаты пришли, чтобы посмотреть на большом экране игру Ювентуса с мадридским Реалом, но узнать, кто победил, они так и не смогли. В возникшей давке пострадало полторы тысячи человек. Трое раненых до сих пор находятся в критическом состоянии, в том числе и семилетний ребенок. Сейчас он в состоянии искусственной комы. Во время стрельбы в американском Орландо погибли 6 человек. По данным местной полиции, инцидент не связан с террористом. Речь, скорее всего, идет о рабочем конфликте. Стрельба произошла сегодня в офисном здании, расположенном на окраине города. В районе происшествия полиция перекрыла несколько улиц. Другие подробности пока не сообщаются. В столице Сербии сегодня открылись Дни Минска. Делегация белорусской столицы прибыла в Белград и начала насыщенную программу с посещения городского транспортного предприятия. В Белграде планируют постепенно заменять троллейбусы на электробусы. И, как отметили представители сербской страны, они уже ознакомились с таким транспортом белорусского производства. И теперь изучают его технические возможности. Замечу, что общественный транспорт под маркой BY не новинка для Белграда. По улицам сербской столицы курсируют почти сотни белорусских троллейбусов. Но это лишь одно из направлений взаимодействия. Среди документов, подписанных сегодня в Белграде, и соглашения о сотрудничестве Октябрьского района Минска и муниципалитета вождаватс сербской столицы. У нас поступательное движение в отношениях между двумя городами. Если сразу мы только первоначально говорили о какой-то там культурной программе, сейчас мы говорим об экономике, о транспортном развитии двух городов, о поставке возможным электробусам, о строительстве или помощи в проектировании, строительстве метрополитена в изучении, о туризме, как въездном, так и выездном. То есть мы каждый раз поднимаем новую тему, которая имеет место для сотрудничества. Дни Минска в Белграде – отличная возможность для наших граждан познакомиться с культурой, традициями и историей Беларуси. Завтра состоится представительный деловой форум, на котором мы ожидаем присутствия многих бизнесменов, как из Белграда, так и из Минска. А цель наша – еще больше сблизить два народа и два города, развивать наши отношения и нашу промышленность. Соглашение о сотрудничестве также было подписано между телеканалом СТВ и нашими сербскими коллегами, телеканалом Студио Би. Напомню, что дни Белграда в Минске проходили и в прошлом году. И подобный формат сотрудничества доказывает свою состоятельность. С начала года товарооборот предприятий Минска с Сербией в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос втрое. Впрочем, эти и другие цифры партнеры обсудят на предстоящем бизнес-форуме. Кроме того, уже есть планы на сотрудничество и в сфере высоких технологий. Делегация из Беларуси посетит научно-технологический парк, а в свою очередь сербам также предложат отведать и вкус белорусской столицы. На выставку «Дегустацию продовольствия» наши производители привезли немало деликатесов. Отмечу, Белград входит в топ-10 крупнейших партнеров белорусской столицы. В 197 дней вокруг света Олег Новицкий сегодня дал первую пресс-конференцию после возвращения с МКС. Наш земляк рассказал о космических будниках, а еще о том, что сам себе поставил пломбу на борту станции. За простой, но в то же время сложной операцией наблюдала бригада врачей на Земле. Я очень люблю Беларусь и никак не разделяю с Россией. Для меня это именно одна земля, один народ. Да, это родилось, там получил образование, мы там все близкие. Мне очень нравится приезжать туда в отпуск, отдыхать там. И, конечно, старался по максимуму делать какие-то видеоматериалы, хотя погода, проходы не всегда это позволили делать. Но крайне желание никогда не слабевало. Я очень рад, что с помощью ваших коллег получилось показать ему что-то, рассказать ребятам, юношам, девушкам по космосу, о полетах на Беларуси, как они выглядят сверху. В составе международной экспедиции на МКС Олег Новицкий провел полгода, все это время общаясь с друзьями, родными и земляками с помощью социальных сетей. На своей странице он не раз поздравлял беларусов с праздниками. В космосе встретил первый день рождения своей младшей дочери, радовал нас космическими видами Минска и других белорусских и российских городов. За 25 лет дипотношений Беларусь и Россия вышли на уровень стратегического партнерства. Об этом сегодня шла речь в Москве, где прошло совместно заседание коллегии внешнеполитических ведомств двух стран. В настоящее время торгово-экономическое сотрудничество находится на высоком уровне. Беларусь главный партнер России среди стран СНГ и четвертый в мире. Анастасия Иванникова с подробностями переговоров. Эту встречу и Беларусь, и Россия еще не раз назовут традиционной, привычен и формат. А вот повод обязывает. Главы МИД встречаются в преддверии 25-й годовщины установления дипотношений. За это время сделано немало, а во многом такой плодотворный диалог заслуга лидеров двух стран. Только в этом году Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались три раза. В прошлом и вовсе семь. Неудивительно, что из года в год расширяется культурное и гуманитарное сотрудничество, растут связи в экономике. Беларусь является первым торговым партнером России из числа стран, участниц СНГ и четвертым партнером, если брать в расчет всех без исключения торгово-экономических партнеров. В установлении тесных связей участвуют все регионы. Традиционный форум регионов тому подтверждение. В нем принимают участие десятки производителей из двух стран. В этом году масштабное мероприятие принимать будет Москва в конце июня. И наша страна здесь намерена заключить контрактов на сумму в 300 миллионов долларов. Безусловно, свой вклад вносят дипломаты. Кстати, последние, точнее Владимир Макей и Сергей Лавров на вопрос, в чем же успех нашей внешнеполитической дружбы, в один голос отвечают. Совпадение позиций. Не зря сегодня сотрудничаем и в рамках интеграционных объединений. Сначала союзное государство, потом шаг за шагом на интеграционные дороги перешли к ЕАЭС. Сегодня уже около полусотни стран выразили желание сотрудничать с ним. Здесь Беларусь находит и уже нашла, на мой взгляд, свое место. Своим принципам мы не уступаем. Свои национальные интересы, как суверенное государство, мы отстаиваем. Независимо, в каком союзном образовании мы находимся. Это как раз подчеркивает взаимоуважение наших отношений с Россией, прежде всего. Повышать осведомленность о возможностях Союза и его инвестиционных перспективах намерены и дальше. А еще укреплять взаимодействие на мировой арене, осуждать терроризм во всех его формах и проявлениях. Об этом и не только говорится в совместном заявлении. Документ подписали главы внешнеполитических ведомств Беларуси и России сразу по итогам заседания коллеги МИД. Мы хотим не только сохранить, но и наращивать наше присутствие на российском рынке. Но одновременно мы хотим иметь более тесные контакты со странами, так называемые, дальние дуги. Связи между двумя странами, несомненно, будут крепнуть. Только в ближайшее время встречаться собираемся на сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, 4-м форуме регионов, заседании Высшего Госсовета и Союзного Совета Министров. Анастасия Иванникова, Алексей Волков, Антон Филанович и Валерий Науменко. Телекомпания СТВ. Новый железнодорожный маршрут связал китайский Хейлу Дзянет, провинция на северо-востоке Поднебесной и Беларусь. В составе из четырех десятков контейнеров уже отправился в Минск. Поезд пройдет через Монголию и Россию. Логистику изучила моя коллега Анна Рублева. Она готова сообщить деловые новости этого понедельника. Добрый вечер, Анна. Вам слово. Добрый вечер, Игорь. За 16 дней грузовой поезд преодолеет расстояние в 10 тысяч километров. Такой маршрут почти в два раза сократит время перевозок по сравнению с традиционным морским путем. Поезд доставит 42 контейнера с текстильной и гигиенической продукцией. И будет содействовать интеграции экономического коридора Китай-Монголия-Россия-Беларусь, являющейся частью инициативы «Один поезд, один путь». Миссия Международного валютного фонда начала свою работу в Минске. За 7 дней эксперты обсудят ситуацию в экономике с представителями наших ведомств, а также проведут предварительную работу накануне ежегодной осенней миссии МВФ. Как сообщалось ранее, нашей стране может быть предоставлен кредит в 3,5 миллиарда долларов. В Беларуси увеличилось количество сделок по слиянию. При этом агентства отмечают новую особенность. Региональные предприятия и небольшие цеха порой интереснее иностранному бизнесу, нежели промышленные гиганты. В топ-список самых необычных сделок вошли покупка гостиницы китайской компании и фармацевтического производства латвийской фирмой в Гродно. В зеленые технологии и деревопереработку предпочитают вкладываться финские предприниматели. Знание иностранных языков помогает принимать финансовые решения без эмоций. Такой вывод сделали ученые Ельского университета. Проанализировав достаток семей в 76 странах, авторы выяснили, люди, говорящие на языке без ярко выраженного будущего времени, откладывают на 30% чаще и имеют на четверть больше сбережений по отношению к другим. Кроме того, носители языков без четкой границы между настоящим и будущим временем больше занимаются спортом и реже испытывают проблемы со здоровьем. Знание иностранных языков автоматически помогает выбиться в топ-менеджмент. Об этом реально свидетельствует рынок столичных вакансий на 11 тысяч мест. Так, среди общих требований все чаще стали встречаться навыки английского и китайского. Таким руководителям готовы платить от 1 тысячи 500 рублей в месяц. Рекордную зарплату в 10 тысяч рублей готовы обеспечить директору предприятия по производству труб. Кроме опыта работы, соискателя потребуют еще навыки минимум двух иностранных языков. И к курсам валют. Сотню российских рублей меняют на 3 рубля и 29 копеек. Евро оказался востребованным в начале недели. Итого 2 рубля и 10 копеек. Зато доллар слегка пошатнулся. Итого 1 рубль и 86 копеек. Такими были новости делового понедельника. Успешной недели, Игорь. Спасибо вам тоже. Это была Анна Рублева с обзором деловых новостей понедельника. Сотни компаний со всем мира примут участие в крупнейшем агропромышленном форуме. Белагра 2017 открывается в Минске завтра. Здесь представят технические новинки и продовольственную продукцию. А также самые свежие сорта культур. Но бизнесмены смогут собрать свой урожай контрактов. В этом году у выставки «Рекордная география». Впервые в рамках Белагра пройдет и белорусско-африканский форум. Евгений Пустовой обо всем по порядку. Это, можно сказать, самое урожайное сельскохозяйственное поле страны. За 5 дней здесь засеют инвестиционную почву десятками контрактов. Белагра – своеобразная аграрная мека. В этом году к нам приехали представители Африки и Австралии. Всего из 25 государств мира. Уже завтра агроплощадка облачится в официальный дресс-код. А сегодня, что называется, встреча и обсуждение без галстуков. Представители этой чешской компании, в отличие от своей продукции, приоритеты уже расставили. Мы первый раз на Белагре. Наши фирмы хотят сделать бизнес в Беларуси. Впрочем, на Белагре можно будет сделать свой выбор не только инвесторам или покупателям техники. Гурманы определяют чемпионов продуктового вкуса, а ветеринары – лучшую корову страны. Кстати, достойные домики ясли для племенного потомства уже есть. По самым современным технологиям их сконструировали витебские умельцы. Соска щелевая, чуть туда попадают гранулы, вместо того, чтобы жидкость выпала. Молоко для Беларуси – продукт стратегический. Мы в десятке молочных держав мира. А вот в аграрной науке мы в молоко не попадаем. Под знаменами Национальной академии наук сразу несколько павильонов. Доктор сельхознаук Эрома Урбан с необычным и известным именем белорусской селекции предлагает сразу несколько новых сортов зерна. В этом году у нас включено где-то парад к десятке новых сортов. Сортов, которые созданы совместно с российскими коллегами нашими. Те сорта, которые включены в госреестр не только Беларуси, но и России. Конечно же, не хлебом единым будет жить Белагра ближайшие пять дней. И зрелищ будет достаточно. С молотка будут торговать племенным скотом, устроят настоящий показ животных и выберут лучшего парикмахера овец. На выставке с международным размахом покажут тракторы с белорусским орнаментом, а своё мастерство механизаторы. Впервые у конкурса пахарей международный формат. Пока белорусские асы полей с российскими и казахстанскими коллегами будут соревноваться на пашне, белые воротнички аграрной сферы договариваться с африканскими покупателями. Российская Федерация, это, конечно, очень хорошо. У нас 94,5% туда всего объёма экспорта. Но вот именно от посещения и форума белорусско-африканска мы ожидаем подписания контрактов. Как белорусские колбасы сыры, так же наши восточные соседи полюбили и международную выставку. Самая представительная делегация из Российской Федерации. В Беларусь приедут гости из двух десятков регионов. Хотя Белагра успешно диверсифицируется. Наш форум оценит более 500 зарубежных компаний. Каждая пятая впервые. Как сказали люди в галстуках, география, участие расширяется. А по итогам сегодняшней инспекции добавили. Скажите, ну всё уже готово? Практически готово. Вы видите, готово. Евгений Пустовой, Ольга Петрашевская, Антон Филанович, телекомпания СТВ. Сотни неравнодушных людей сегодня присоединились к акции «У Беларуси доброе сердце». Сдать безвозмездно кровь пришли обычные люди. Рабочие, студенты, домохозяйки и служащие. Люди разного возраста, социального положения. Но всех объединяет одно – готовность помочь тем, кто в этом действительно нуждается. Наш корреспондент Юрий Прокопенко тоже отдал частицу себя. Екатерина Ворончук в свой законный выходной сдаёт кровь. Считает, если хочешь кому-то помочь, делай это просто так, без выгоды для себя. Третья отрицательная, редкая группа и оттого ещё более ценная. Донорская кровь нужна постоянно. Переливание необходимы при операциях, пересадке органов, во время родов, лечении онкозаболеваний. Донор совершает сразу несколько хороших дел. Помогает не только другим, но и себе. В этой процедуре есть и оздоровительный эффект. Отдавая 450 мл крови, донор укрепляет свой иммунитет. Он меньше болеет простудой и гриппом. У него снижается риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Наукой доказано. Приступим. Непрерывно сжимаем и разжимаем ладонь. Так кровь идёт быстрее. 10 минут и готово. Самочувствие в норме. Чтобы возместить к потере организма, донорам выдают вот такой набор. Печенье, сок, гематоген и день на восстановление сил. Сейчас я ехала в троллейбусе, услышала рекламу о том, что есть безвозмездная сдача крови. Решила помочь людям, зная, что детям троим вчера делали переливание крови. Но это очень даже полезное дело. Стать безвозмездным донором просто. С паспортом и выпиской из карты нужно прийти в пункт переливания крови. Там лишь возьмут анализ и проверят общее состояние здоровья. Безвозмездные доноры принимаются вне очереди. Поэтому мы стараемся принять всех в течение полутора-двух часов. Доноры всех групп каждый день нам нужны. Пусть приходят, мы будем рады. И дарят, как говорится, день, два, год. А может быть и целую жизнь кому-то, кому очень нужна. Акция «У Беларуси доброе сердце» продлится до середины июня. Но безвозмездное донорство не имеет временных рамок. Сдать кровь можно в любой день. Юрий Прокопенко, Сергей Вишневский, телекомпания СТВ, Могилев. За пачку чая получить шанс переехать в новую квартиру, сдать экзамен на водительские права, потому что ключи от нового автомобиля уже в кармане. И, наконец, отправиться в путешествие в Марокко. Евроопыт вдохновляет своих покупателей на новые открытия. Кому же повезло. На этот раз знает наш корреспондент Камила Шах. Егор, смотри, красота какая. Шестимесячный Егор вряд ли пока оценит роскошный вид из окна. Зато его родители, прожившие 4 года в общежитии, точно знают. Свои метры без цены. Копить на квартиру в Минске думали придется долго. Товар удачи, пачка чая в их случае, дело значительно ускорил. Мы планировали купить лет через 10. У меня эмоции просто зашкаливают. Слезы радости на глазах. Один из внедорожников отправился в Слоню к новой владелице Ольге Ахролович. Но иногда машина у владельцев появляется раньше, чем право на управление ею. Так случилось у Евгения и Алины Сакачи-Сборисова. Подарку все равно безмерно рады. Конечно же, очень благодарны Евроопту. Это огромный подарок, очень бесценный, очень важный, пожалуй, для нашей семьи. В ходе 34-го тура также были разыграны два крупных денежных приза на сумму 20 тысяч рублей каждый. Их выиграли пенсионерка из Витебска Ольга Соколовская и минчанка Алла Наркевич, сотрудник Министерства экономики. Нашли своих обладателей 40 путевок на двоих в экзотический Марокко. Уже в июле 80 покупателей Евроопта проведут неделю по системе «Все включено» в роскошном пятизвездочном отеле на берегу Атлантического океана. Сходили в Евроопт, приобрели товаров, получилось на один код ровно, и вот этот код оказался выигрышным. Отпуск в основном ограничивается поездками к родителям на дачу, поэтому будет возможность отдохнуть. Уже стартовал 35-й тур игры. Удачу своему обладателю может принести один единственный игровой код, но практика показывает, чем больше кодов, тем выше шансы на победу. Уже 17 июня Евроопт разыграет 20 тысяч денежных сертификатов, два крупных денежных приза по 20 тысяч рублей каждый, и, конечно же, два новых автомобиля «Кунда» и «Крета», и 15-я квартира в престижном районе Минска по адресу улица Местровская, 4. Кроме того, будут разыграны 40 путевок на двоих в Иорданию и 750 комплектов билетов на концерт Стаса Михайлова, который пройдет в рамках Славянского базара в Витебске. Камила Шах, Сергей Капустин, телекомпания СТВ. День памяти преподобной Ефросиньи Полоцкой сегодня отмечает христианский мир. Основные события развернулись на малой родине, первой белорусской женщине, женщины, причисленной к лику святых. В храмах древнего Полоцка сегодня прошли божественные литургии, состоялся и крестный ход к Спасо-Ефросиньевскому монастырю. Он объединил более тысячи паломников не только из Белоруссии. Репортаж Анастасии Бут. И она народилась у семьи Полоцкого князя, але отмовилась от тытула и богатия. Протслава – это светское имя. Проподобная Ефросинья таемна от батьков постриглася у монахини. И свой шлях, як невеста Христа, пошла минавито тут, у Софийским соборы. Я года речи попудавал я е дед, уся славча родей. Сегодня это помник архитектуры 11-18-го стагодия. У им размещается музей и концертная зала. И только раз на год, 5-го червеня, собор снова переутворается у девуших храм. Тут отбывается у расистой литургии у память проподобной Ефросиньи Полоцкой. И отсюль, что год выправляется самая великая колька судельников хросного ходу. Мы приехали из Брестской епархии в паломники, группа паломников, чтобы побывать и принять участие в этом празднике. Это такой душевный подъем, это такой живой источник для души. Не рассказано. Когда приезжали, молились, прикладывались, просили. Ну, потому что знаем, все от Господа, все от Матери Божьей и от святых, и от преподобной матушки нашей Ефросиньи Полоцкой. Яна и Сёня допомогает им, кто верит. Тысячи людей едут у Полоцка пьёй поклониться. За усёды просят об самым потаемным. Она действительно в течение всех столетий, которые мы вспоминаем сегодня, она всегда была рядом с народом. И будем надеяться, что это будет всегда. Первая женщина в Беларуси, которую долучили далеку святых. По её загаде, Лазар Богша зарабил знакомитый крыш Ефросиньи Полоцкой. Яна побудовала спасо-проображенский жаношный монастырь, где переписывала книги и навучала этому монахинь. При опошних археологичных доследованиях тут открыли сенсацийные знаходки. Когда в 2015 году на территории того же спаса Ефросиньевского монастыра снова проводились раскопки и была знайдена печатка, я его в учении как раз и дала подставу мерковать, что и один предмет, и другие, с оправдой, были актовыми печатками Ефросиньи Полоцкой. Своим нащадком про подобное покинула не только память, а и шмат культурных сдобытков. Монастыры, храмы, фрески и, конечно, книги. Не сдарма день белорусского письменства у веры сни пройде миновито у Полоцку. Анастасия Бут, Сергей Ковалкин, телекомпания СТБ, Витебская область. Больше новостей вы найдете по адресу в интернете ctv.by, репортажи, эфирные видео всех программ в любое время доступны на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Сразу после нас столичные подробности. Итоги понедельника, как всегда, за полтора часа до полуночи. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok